Добрый день! Сегодня мы рассмотрим серию шестеренчатых кубов от компании ЧИИ или гир-кубы, как их называют. Нам представлены классический гир-куб, гир-шарик, гир-бочка и гир-пирамидка. Коробочки откровенно плохие, самые такие бюджетные, но сделаны красиво. То есть они сами по себе разваливаются, но мы видим на пирамидке нарисована пирамидка. Тимур Евбатыров, дизайнер сначальный. Здесь на кубике, в которой бочка, нарисован кружок. Рафаэль Моу Флин, видимо дизайнер. На шарике шарик, тот же Рафаэль. Ну и на кубике, соответственно, кубик. Здесь тоже дизайнер обозначен Рафаэль, хотя вроде бы гир-куб придумал Оскар. Поправьте, если я ошибаюсь. Сразу избавимся от коробочек. Единственное, что можно посмотреть, это, что у них достаточно близкие коды товаров. 20-30, 20-39, 20-38 и 20-34. Почему не подряд? Интересно. Видимо, что-то было промежуточное. Насколько я знаю, они выпускаются только в таком пластике. Давайте извлечем их из коробок. Каждый угололок сопровождает достаточно большая инструкция. Кубик. Шарик. У шарика у единственного есть еще вот какой-то пластиковый элемент, чтобы он, наверное, не катался. Тоже инструкция. Обратно. Бочка. Ну и пирамидка. Самая, наверное, сложная из предложенных. У них тоже есть большая инструкция. Коробочки все в сторону. Доломки красивые. Если вспомнить недавно также вышедший киломинт, который сделан в черном пластике, то там определенно очень некачественные наклейки, которые сразу из коробки уже облезают. Здесь не постарались, и в некоторых бюджетных нестандартных головоломках у Чи я такое уже замечал. Здесь же наклеек нет, поэтому с качеством все хорошо. Инструкцию пока отложим. Я напомню, что шестеренчатые кубы изобрели уже достаточно давно. Есть классическая версия GearCube от неизвестного мне бренда. Шестеренчатый пюш вращается при помощи шестеренок в механизме. То есть вращаем одну грань, но еще вращается средний слой. И ребра, как вертолет, хлопости вертолета вот так вот тоже делают. В старой версии вращались плохо. За исключением версии от Kung Fu, которая вышла не так давно. Видео я про нее снял, но увидите вы ее, наверное, не скоро. Когда-нибудь ее выложу. Эти поинтереснее будут. Также напомню, что GearCube есть разных версий. Классическая, это как бы версия 1. Есть версия 2, где помимо шестеренчатых движений, вот таких вот стандартных, есть движения как у обычного 3х3. Собирается он, соответственно, по-другому. Про этот кубик тоже будет отдельное видео. Я его пока не разбирал, не собирал, а лежит уже несколько лет. Если честно, про него постоянно забываю. Есть версия 3, где все движения вот такие, то есть как у обычной трешки. Что, наверное, мало интересно, поскольку плохо вращающая трешка, похожая на GearCube, но, наверное, мало кому нужна. Вернемся к головоломкам. Понятно, что шарик и бочка это шейп-мод обычного GearCube, и собираться будет аналогично. Но при сборке вы получите некоторые другие ощущения. Меня вот реально вот этот шарик заставил напрягаться. Почему? Также чуть позже расскажу. Давайте перемешаем GearCube, и для начала соберем самую простую версию. Что мы видим? Мы видим строение такое же, как и у классического. Но, как я уже говорил, есть кубик от Kung Fu, где вот эти вот внутренние элементы имеют цвет, в отличие от классического, и их тоже нужно собирать. Здесь механизмы разные, но каким-то образом функционал вот этого кубика здесь учтен, несмотря на то, что вот этот элемент цельный. Не знаю, как этого добились, разбирать механически совсем не хочется. Давайте просто собирать. Вращается еще лучше, чем Kung Fu. Практически не лакапит. Ну и в перемешанном виде выглядит достаточно интересно. Единственная особенность GearCube в том, что нужно делать вращение на 180 градусов. Вращение на 90, перемещает центр вот сюда. И в таком положении может вращаться, если я не ошибаюсь, только MixUp GearCube, который я в ближайшее время буду приобретать. И, скорее всего, о нем тоже буду рассказывать. Если я не ошибаюсь, то у него механизм именно такой, что позволяет делать поворот и вот сейчас. Ну, а на классическом нужно вращать на 180, чтобы центр переходил с одной грани на соседнюю. Как собирается GearCube? В принципе, достаточно интуитивно. И поскольку я очень давно его не собирал, мне пришлось повспоминать. Ну, на деле мы видим, что вот эти два белых уголка друг к другу не подходят. Поищем другие. Ну, к примеру, вот этот белый-зеленый нужно поставить рядом с этим белым-зеленым. Поскольку вращение только на 180, мы можем его переставить вот сюда, а отсюда поставить рядышком. Если у нас есть два правильно стоящих угла, то где-то найдется еще два того же цвета. Ну, если из белого начали собирать. Ну, и вот они, естественно. В один или два хода их тоже можно поставить рядом. Как только мы собрали углы одного цвета, все остальные собрались автоматически. Остается между ними только подвернуть центры. Здесь, опять же, никаких алгоритмов. Белый и желтый у нас стоят уже на месте. Просто повращаем. И остальные тоже на место встали. Ну, может потребоваться вращение по нескольким осям. Сложного тоже ничего. Выглядит вот так вот страшно, но уже головоломка почти собрана. Далее остается переставить ребра по своим местам и правильно их ориентировать. Ну, смотрим. Вот у нас желтая грань. И на этой желтой грани ни одного желтого ребра. Очень плохо. Посмотрим на другую. Здесь тоже. Все совсем плохо. Есть алгоритм, который перемещает два вот таких ребра. Но у нас за один ход они, по-моему, нигде уже на место свое не встанут. Давайте просто ради интереса поменяем местами бело-зеленые и бело-синие ребра. Для этого мы делаем алгоритм R4, U2, R4, U2. И все. То есть раз поворот на 180, это R2. И еще раз поворот на 180. Получается R4. На 180 верхнюю грань. Это U2. И повторяем. R4, U2. И мы видим, что бело-зеленое перешло сюда. Бело-синие сюда. Это, конечно, нам ребра не собрало. Но зато теперь мы можем поменять вот это бело-зеленое, вот это зелено-желтое. Поменять местами. И они уже встанут на свои места. Повторяем. R4, U2. R4, U2. Поскольку глонг вращается очень хорошо по сравнению со старыми моделями, делать это можно много раз и с удовольствием. И смотрим. У нас тем временем все остальные ребра встали на свои места. Удивительно. Ну, понятно, что алгоритм перемещает не только два вот этих ребра, но еще какие-то другие. Чтобы в этом убедиться, возьмем собранный гирклуб и выполним алгоритм R4, U2. R4, U2. Ну и присмотримся. Поменялись вот эти местами. Поменялись вот эти местами. И поменялись еще вот так. Так получается. То есть все ребра меняются местами. То есть в нашем случае нужно обязательно найти, если есть ребра, которые меняются за одно движение, остальные потом могут уже за раз собраться. А может и нет. Прокрутим еще раз. R4, U2. R4, U2. И видим, что все вернулось на свои места. Ну, продолжим на кубике от чаи. Что здесь остается? Остается вернуть форму. То есть все на своих местах. И как в классическом гирклубе, мы просто начинаем вращать одну из грани до тех пор, пока вот эти элементы не станут на свои места. Либо 4, либо 8 двойных оборотов. Мы видим, что форму элементы свою правильную приняли, но стоят в неправильной ориентации. На классическом гирклубе такого не бывает. И даже на кубике от фанксин такого тоже быть не может. Там меняются местами вот эти элементы. Но чаи как-то доработали механизмы, и здесь такое возможно. Пока оставим, перейдем к другим. Здесь все на месте. Вращаем. Либо 4 двойных оборота, либо 8. Ну, получилось 8, и здесь опять в неправильной ориентации элементы стоят. Ну и повторяем все это здесь. 4 не хватило. 8. Ну, все встало правильно. Нетрудно догадаться, что если определить, в какую сторону нужно вращать, можно всегда делать это за 4 оборота. Ну, эту информацию мы оставим на обучающее видео, которое, скорее всего, когда-нибудь сделаем. Пока можете повыводить самостоятельно. Что нам остается? Остается развернуть на месте вот эти элементы. Следует понимать, что эта ситуация равнозначна вот такой на кубике от кунг-фу. То есть здесь все ребра стоят на месте, а маленькие центральные элементы как бы поменялись местами. Вот это равнозначные ситуации. И решить подобную проблему можно за один алгоритм, который есть в кубоидах. R2O2 повторить трижды. Чтобы это решилось за один алгоритм, нужно поискать, если есть ребра, которые стоят правильно, и разместить их на слое между передним и задним. То есть вот передняя грань, вот задняя грань. Между ними вот этот средний слой, и на нем должны стоять 4 правильных ребра. Ну, соответственно, у нас на передней грани все ребра неправильно ориентированы, и на задней тоже. И из такого положения мы просто делаем алгоритм из кубоидов. R2O2. И повторяем. R2O2. R2O2. И гиркуб собирается. Все достаточно просто. Отлично вращается головоломка. Переходим к остальным. Пойдем по усложнению и переходим к бочке, которая чуть меньше, чем кубик. Ну, в силу того, что это все-таки кружок. Видимо, имеет точно такой же механизм. Бочка поинтереснее перемешивается. Если мы вращаем за круглые стороны, то форма не меняется. Все происходит в плоскости образующей. Ну, а если вращать таким образом, то уже идет изменение формы. Здесь следует обращать внимание, как выглядят элементы. Так, так. Ну, сильно испортить форму не получится. Ну, допустим, вот до такого момента. Ну, соответственно, в одно движение мы сразу возвращаемся к бочкообразному виду. Видим, что вот ребра некоторые торчат. И все. Больше страшного здесь нет ничего. Внимательнее посмотрим. Центры точно такие, как на кубике. Ребра либо вот такие вот двуградные, либо плоские, как здесь. Уголки трехцветные. Сохраняя свою цветовую палитру. И, соответственно, по наличию трех цветов можно понять, что это угол и уже начать работать. Мы видим, что два угла стоят рядом. Ищем еще два. Вот они. И нехитрыми движениями расставляем все углы по местам. Далее остается поставить правильно центры. Можно начать с белого и желтого. И дальше расставить остальные. Так. И вот уже что-то похожее. Мы видим, что ребра здесь уже встали на свои места. Но даже если бы они не встали, мы бы делали все то же самое, как и в кубике. Остается только правильно вот это все ориентировать. У нас эти четыре ребра все на одном поясе. В этом просто вращаем в сторону. И вот за четыре оборота все встало на свои места. Ну и понятно, что если мы сделаем здесь R2, O2 повторив трежды, мы получим ситуацию, как на кубике, который мы в конце решали. Просто интересно, как она выглядит. То есть вот неправильно ориентированные ребра, которые не меняют свою форму, а вот ребра, которые выходят из плоскости бочки. Ну и еще раз сделаем этот алгоритм. И все у нас должно собраться. Все, бочка собрана. Ничего здесь нового. Просто визуально более приятный бочкообразный кубик. Переходим к шарику. Шарик это совершенно то же самое, что и кубик. Но собирать его гораздо сложнее. Давайте пока оно не перемешано. Рассмотрим элементы. Ну, все элементы такие же, как вот эти вот плоские ребра на бочке. Понятно, что механизм такой же, как и в кубике, поэтому вращаем. И при вращении тут все это начинает так мельтешить и очень тяжело становится ориентироваться. То есть, по сути, ничего нового делать здесь не нужно. Но собирал я вот этот шарик дольше, чем остальные. Не читая, конечно, пирамидки. С пирамидкой я повозился. Так, так, так. Ну, допустим, вот это вот перемешано. Здесь еще очень тяжело ориентируется. Докручено, не докручено. Ну, вот форму оно практически не меняет. Ну, совершенно не меняет, но все такое вот хаотичное сразу становится. Наверное, шарик представляет именно из-за этого интерес. Его чуть сложнее собирать чисто визуально. Ну, давайте искать углы. Вот трехцветный угол и вот трехцветный угол. Вот эти два угла, видимо, стоят правильно. Насильно друг друга. Значит, есть еще одна такая пара. Вот она. Так. Вот так. Углы собрали. Собираем между ними центры. Белый и желтый стоят. И вроде бы вот так должно быть. Так, это углы встали, а центра еще нет. Еще нужно вращать. Вот таким образом. Здесь вот если мы чуть не докрутили, вот оно в глаза не бросается, что оно не докручено. Поэтому надо быть очень и очень внимательным. Так, получилось. Смотрим дальше. Все ли на месте. Ребра очень крупные, но изначально мы ориентируемся на углы и центры. Вроде бы все на месте. Теперь переставляем местами. Переставим вот это бело-синее и бело-зеленое. Нужно делать Р4-У2 два раза. Я буду ориентироваться, наверное, на центры. То есть, когда у нас один центр перейдет сюда, это будет Р2. То есть, вращаем Р2-Р4-У2. Чтобы не запутаться. Р4-У2. Вроде так. Вот мы видим, что на своем месте бело-зеленое, бело-синее. Смотрим дальше. Здесь у нас желто-оранжевое и белое-оранжевое. Да, их можно поменять. Опять внимательно. Р2-Р4-У2. Р2-Р4-У2. Все мельтешит. Все вращается. Но вроде бы собирается. Опять же, вот куча всех цветов. Но если посмотреть на уголки и центр, то все стоит правильно. Теперь смотрим. Вот это бело-синее. Сине-желтое. Должно меняться по диагонали. Значит, нужно делать алгоритм дважды. А эти у нас уже на местах стоят. Давайте. Р4-У2. Р4-У2. Это мы сделали одну перестановку. Теперь перехватим так, чтобы у нас менялись два нужных. Сделаем еще раз. Р4-У2. 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 Вроде бы так. Да. Очень тяжело ориентироваться. Я не уверен, что вы через камеру что-то здесь осознаете. Но вроде бы все элементы стоят на своих местах. Остается только их правильно ориентировать. Причем, здесь следует различать. К примеру, вот это ребро. Оно четко стоит зеркально в том положении, которое нужно. Значит, его нужно ориентировать комбинацией R2-У2. А вот это ребро, которое, кстати, не на своем месте стоит. Почему-то. А, мы не все ребра доставили. Но если мы возьмем какое-нибудь... Ну, кстати, мы далеко не все ребра собрали. Либо я где-то ошибся, либо что-то пропустил. Давайте дособерем. Кстати, вот поменяем. Рано брать. радовался. R4-U2. R4-U2. На месте. На месте. На месте. На месте. Да, что-то пропустил. Ну, так вот. Вот эти ребра, которые стоят на этом поясе, они четко зеркали свои правильные позиции. Вот это тоже. вот такое желто-оранжевое. Оно стоит под углом. Соответственно, сначала нужно просто повращать, чтобы оно стало как-то вот так. Либо правильно, либо зеркально. А потом уже делать комбинацию R2-U2. В этом особенность, вот эта шайка. Вращаем. либо 4 двойных оборота. Не помогу, значит, еще 4. Вот так. Ну, вот эта часть у нас стала правильной. Ну, и, соответственно, остается развернуть на месте вот эти вот ребра. Помним, что нужно поставить на средний слой между передним и задним слоем те ребра, которые ориентированы правильно. и после этого делать R2-U2. 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 И шарик собран. В итоге все вот этих три головоломки собирается идентично. Единственное, есть некое разнообразие форм. Но, проще всего, собирается все-таки кубической версии. Чуть поинтереснее, но не сложнее цилиндрическая и чуть труднее ориентироваться в шарообразный. Тень не имеет права на существование. Ну, перейдем к пирамидке. Прежде чем разобраться с этой пирамидкой, вспомним про тихий ужас под названием Gear Pyraminx от неизвестного бренда. Точно такую же модель выпускала компания Meffert и вроде она вращалась получше. Эта пирамидка у меня долго простояла на подоконнике, собирая пыль с вывернутым ребром. Ну, вот, когда приехали эти головоломки, достал, протер, вставил ребро на место и решил пособирать. Немножко разработалось и если бы вот эти ребра постоянно не вылетали со своих мест, можно было бы ее хорошо собирать. Ну, то есть, это не такая уж сложная на вид головоломка. В чем разница? Разница в том, что центральные вот эти элементы в старой версии бесцветные, то есть, они одинаковые со всех сторон. В новой версии имеют цвет грани. Это несколько меняет сборку. Ну, давайте попробуем перемешать и собрать, если у меня это получится. Сразу обращу внимание, что здесь надо быть очень внимательным при вращении. вращение. Если у 3х3 подобных головоломок правильное вращение на 108 градусов, то почему мы так решили? Потому что этот центр должен перейти на соседнее место. Если мы сделаем на 90, он застынет где-то здесь и вращать дальше не получится. то на пирамидке мы за этим следим. Вот центр стоит, вращаем, вращаем, вращаем. Только через 3 оборота у нас подходит следующий центр. То есть назад. Раз, два, три. Тут надо за этим поглядывать, чтобы головоломка не заклинила. Перемешивается достаточно нудно. Пусть опять же каждый раз следим за этими центрами. Вращается из коробки значительно лучше, чем мой безымянный аналог. Для того, чтобы собирать, нужно уметь собирать обычную пирамидку и немножко интуиции. Вот эти вот шестеренки при вращении иногда защемляют пальцы. Не больно, но бывает. Кто-то даже называл шестеренчатые головоломки опасными кубиками. Это больше кубиков касалось. Вот конкретно сейчас на месте центра стоит ребро и соответственно уже ничего не вращается. И чтобы выйти с такой ситуации нужно потрогать все уголки пока не найдем тот, из-за которого такая ситуация произошла. То есть если мы вот этим уголком переместили центр в ненужное положение, то вот этим, вот этим или вот этим мы это не исправим. Нужно найти именно тот первоисточник, который это сделал. Ну вот как-то так выглядит перемешанная пирамидка. Вроде бы элементов мало, но подумать придется. Для начала нужно правильно ориентировать вот эти маленькие угловые центры. Вот эти центральные, на них пока не обращаем внимания и они потом в конце легко решаются. Давайте начнем как в простой пирамидке с красных. Так, нам повезло, вот этот уголок и этот центр уже совместились. Но чтобы понимать на какой стороне собирать, мы как в обычной пирамидке ищем три уголка с красным цветом. И именно на этой грани нужно все это собирать. Вращаем так. Мы видим, что вот нас стоит на месте, но уголок должен быть слегка под углом. Вращаем, вращаем. И вот у нас подходит еще один угловой центр. Вращаем третий уголок. И вот что-то еще получилось. И по-хорошему, если у нас все три уголка стоят криво, то можно было бы взять за два противоположных ребра и вот так вот их повращать и они бы встали хорошо. Но оно не всегда так красиво получается. Иногда получается, что вставить только два. Но если встали два, то мы просто третью вращаем. Долго вращаем. и видим, что что-то не получается. То есть у нас центр встает на место, а уголок как-то разворачивается. Поэтому посмотрим на какой-нибудь другой стороне. и вот. То есть здесь зеленая собралась, теперь и вот это наверное должна. Я надеюсь. Ну как-то вот так вот оно получается. Не знаю почему. по идее у нас сейчас три красных стоят на месте и остается развернуть уголок. я наверное пропускаю момент, но если повращать его какое-то количество раз, он должен уже правильно ориентироваться относительно вот этого элемента. Давайте все-таки попробуем это сделать. то есть здесь чуть не докручивается здесь перекручивается здесь чуть не докручивается пошло по кругу пока оставим. Пока оставим вот такое положение давайте соберем ребра. У нас правильно ориентированы зеленые элементы давайте с них начнем то есть соберем зеленую сторону это будем как в обычной пирамидке собирать элементы то есть вот у нас зелено синий он должен стоять здесь поближе есть какой-нибудь зеленый желтый нет здесь зелено красный все далеко но давайте немножко подкрутим вот зелено красный элемент в обычной пирамидке мы бы вот это ребро чтобы поставить сюда отвели бы в эту сторону подняли вставили и вернули на место здесь делаем то же самое то есть отсюда отведем на эту позицию следим за центрами поднимем здесь вставим и опустим движение больше но эффект тот же вот зелено красное ребро стоит на своем месте где зелено желтые где-то зелено синие поблизости вот оно оно стоит криво непонятно что делать поэтому я просто подниму вставлю и опущу но можно было также сделать пиф-паф и еще вот у нас зелено желтая давайте через пиф-паф делаем вниз вниз вверх вверх так и вот у нас первый слой собран что-то шелкнуло надеюсь это все хорошо вот у нас как-то все ухалки потеряли свою форму но чуть-чуть поворачаем но основание у нас на месте ничего страшного так проверяем что у нас уголки не развернулись никак смотрим здесь все хорошо остается переставить вот эти вот элементы мы видим вот это на своем месте находится этот тоже на своем и этот на своем но у нас неправильно стоит уголок соответственно чтобы он правильно встал нужно его поворачать определенное количество раз давайте пробовать то есть мы прокручиваем до тех пор пока у нас вот красненькое на место не встанет вроде того ну велика вероятность что что-то слегка прокрутилось по идее он уже должен был ровно стоять давайте берем пока остальное так чтобы вот это разворачивать есть один такой достаточно интересный способ который разворачивает вот этот элемент и вот этот ну любые два таких давайте попробуем на каком-нибудь самом простом вот пример вот этот сине-желтый вот все ровно стоит очень тяжело ориентироваться все такое подвижное то есть у нас все углы и вот эти угловые центры стоят ровно ну начинаем вот это разворачивать мы видим что нужно по часовой стрелке это развернуть и начинаем вращать вот этот уголок по часовой стрелке здесь по идее должно хватить трех оборотов раз два три мы видим что вот это ребро стало правильно относительно вот этого угла сохраняем его такую позицию на его место ставим вот это ребро так и мы крутили три оборота в ту сторону вращаем три оборота обратно раз два три как-то так может нам быть так если я нигде не ошибся то у нас это все вернулось на свои места и мы теперь вот это слегка поворачив у нас вот этот уголок чуть-чуть прокрутился почему-то давайте пока опять же оставим это стоит хорошо вот этот вот этот давайте вот этот развернем здесь видно что желтый нужно крутить в противоположную сторону то есть против часовой стрелки поэтому вращаем против часовой если он стоит вот именно перпендикулярно то нужно 6 оборотов ну и соответственно вот это мы будем затрагивать раз два три четыре пять шесть шесть встала идеально меняем на другое ребро и крутим шесть в обратную сторону раз два три четыре пять шесть так и остается теперь открутить назад то есть вот это ребро на это место так вот хотя бы одно ребро у нас стоит красиво а уже два два ребра то есть мы переворачиваем вот этот элемент за счет какого-то того который стоит рядышком можно либо за счет этого либо за счет этого ну и интуитивно понимать давайте вот это попробуем все-таки развернуть что-то у нас вот с этим уголком не то по идее это должно сейчас стать правильно за три оборота раз два три так подкручим на его место соседнее и в обратную сторону раз два три так и возвращаем стоит хорошо стоит хорошо но повернулся не в ту сторону которую было надо ну что ж теперь не нравится мне вот эта позиция давайте покрутим или рано еще давайте сначала зеленую сторону до конца соберем потом будем крутить здесь нужно против числа стрелки по 90 градусов значит на 6 оборотов на себя раз два три четыре пять шесть заменяем на этот не шесть в обратную сторону раз два три четыре пять шесть шесть подкручиваем и вот у нас зеленая сторона почти собрана но осталось вот это вот еще развернуть на своем месте но это уже легче так что же здесь осталось то осталось нам тут уголок как-то правильно ориентировать давайте его превращаем быть может он все-таки встанет на свое место либо он механически перескочил что хуже я собрал уже уголок раза три по идее это вот вот так оно должно быть наверное все-таки что-то перескочило такое бывает и при самом первой сборке нам было что-то подобное еще вот у этих ребер есть крышечки они снимаются и на самом первой сборке она у меня слетела пришлось ее вставлять обратно это нетрудно я еще достаточно долго покрутил этот уголок и да действительно наверное где-то у меня что-то перекрутилось чтобы в этом полностью убедиться давайте доставим на места оставшиеся ребра для этого нужно вот это развернуть оно по идее уже должно было стоять как надо если бы не этот уголок давайте поставим уголок правильно как-то наверное самое правильное положение и развернем вот эти два ребра здесь нужно желтое по часовой стрелке оно должно желтым совпасть с этой гранью вращаем на три оборота так похоже подводим сюда сторонние ребра и отворачиваем три оборота обратно так видимо зеленый грамм вернулся так и смотрите что у нас получается у нас получается что неправильно стоит одно ребро полностью и вот это еще одно тоже полностью неправильно но это под 90 градусов а это на 180 ситуация что одно ребро стоит неправильно его нужно развернуть но оно не решается простым способом то есть ее нужно свести к такому где нужно развернуть два таких ребра соответственно чтобы это сделать мы должны просто повращать за этот уголок то есть вращаем пока у нас синий красный не станет ровно это видимо оборотов 6 получится так ну это у нас развернулось зеркально что не очень хорошо еще повращаем так еще немного еще чуть чуть и вот синий красный ребра встала правильно на это узло пока внимание обращаем и вот нам остается развернуть два вот этих ребра считаем что вот это стоит правильно здесь здесь нужно на 90 градусов против часовой поэтому вращаем на 6 оборотов против часовой стрелки раз два три четыре пять пять шесть шесть встал правильно подворачиваем другой было против часовое теперь по часовой раз два три четыре пять шесть тут все вернулось и возвращаем мы видим что вот это вот все стало хорошо так теперь опять же если на 180 градусов нужно развернуть только один элемент такого не бывает их нужно разворачивать минимум два а чтобы получилось два вращаем ну какой-нибудь уголок который задействует это ребро до тех пор пока оно не развернется правильно это получается оборотов наверное 12 и тогда два остальных будут у нас неправильно ориентированы так вот мы сделали несколько оборотов стало под 90 градусов вот встало правильно и осталось вот этих два здесь по идее можно придерживаться той же тактики но можно выполнить более короткий алгоритм из-за обычной пирамидки если нам нужно развернуть два вот этих ребра при остальном собранном просто делаем пиф-паф отводим назад и загоняем через белую сторону то же самое мы сделаем и здесь и все остальные формулы для перестановки ребер второго слоя здесь тоже работают то есть нам здесь не пришлось переставлять их изначально но вот в конце выпала такая ситуация все оно работает если нужно поставить ребра по своим местам ну или любой другой способ сборки пирамидки только единственное движение здесь более длинный то есть по сути мы сейчас делаем для разворота вот этих двух пиф-паф пиф-паф вот здесь было сине-желтые ребра у нас сейчас здесь отводим его назад теперь этот слот поднимаем вставляем сюда то ребра вот она и опускаем вниз что-то где-то вроде получилось да только оказалось что это алгоритм вот эти вот ребрышки разворачивает этого я конечно не учел давайте довернем так здесь нужно по часовой стрелке чуть-чуть повернуть то есть на три оборота раз два три встал на место так сюда подставляем и в обратную сторону три оборота раз два три на возвращаем так и вот у нас практически все собрано кроме вот этого дефективного уголка и остается только переставить центры сейчас механически починят уголок отверточкой поддели и переставить если я делаю что-то неправильно напишите конечно но как я сказал уже собирал пару раз все решалось и без этого так вот у нас собранная пирамидка надеюсь что я прав свое предположение что что-то прокрутилось поскольку вот на этой прокручивать все постоянно и это было видно осталось только решить вот эти маленькие центры они решаются точно так же как на Долому Куб как на Титраедроне Чинг Шоу нужно просто сделать три пифпафа вот аналогичная ситуация на Долому Куб мы берем центры которые нужно поменять между собой это сберли и снизу ну и два получается слева и справа сзади делаем три пифпафа раз три пифпаф два пифпаф три пифпаф и все собирается это одна единственная ситуация которая может здесь возникнуть ну или центры могут сразу стать правильно вот синий желтый нужно поменять местами и красный зеленый тоже делаем три пифпафа не ошибиться это раз пифпаф и мы видим уже что центры стоят на местах остается только переставить до конца ребра делаем второй пифпаф два пифпафа центры опять переставились ребра тоже мы делаем третий и пирамидка собралась да немножко расстраивает что из-за сложности механизма некоторые детальки либо вылетают либо прокручиваются но и думаю если головонка разработается таких проблем не будет я специально перемешивал перед съемкой видео эту пирамидку и все собиралось быстро и хорошо здесь же вот из-за того что что-то перекрутилось собрать пришлось с переставлением крышечек но в любом случае то забавная головоломка решается достаточно трудно но по большей части за несовершенство механизма в итоге вся серия достойна и она явно лучше чем все предшественники то есть пирамидки от меферца и безымянных и от кунг-фу хотя нет от кунг-фу вполне конкурентоспособный гирклуб серия хорошая возможно в ближайшем будущем я постараюсь сделать отдельные полноценные обучающие видео по каждой головоломке возможно здесь что-то с пирамидкой я не учел но я рассказал то как я сам это собираю не судите строго возможно что-то поменяется впоследствии а на этом все всем спасибо всем пока